Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья! С вами Миша, ребята. Все как по заказу. Просто идеально парни исполнили. Идеальный состав, идеальный результат и идеальный хэдтрик. Ребята, вот эта восьмиматчевая вот сейчас наша концовка, которую нужно исполнить, да, она вот началась. Первый, перечеркиваем, остается 7 таких же, ребята. То есть, вот прямо то, что надо, пацаны, исполнили. Да, стартовый состав. Значит, в чем же и, собственно, идеальность была этого стартового состава? Дехея на раме и Бисака Линделев, как выяснилось, все-таки здоров. Прекрасно, прекрасно. Многие говорили, там бои, там бои, бои лучше Линделева. Возможно, возможно, но факт тот, что как минимум позитивно было то, что Линделев вернулся. Но, как выяснилось, у центральных защитников вообще особо никакой работы не было в этом матче. Люкшоу слева. И вот теперь самое главное, ребятки. Центр поля. Матич. Наш динозаурус. Матич. Пагба и Фернандеш. Как написал Тёма в нашем телеграм-канале, который есть, телеграм-канал как бы основной, да, где записи матча, кстати, запись матча уже там. Вот. А есть телеграм-канал, который ведет Тёма. Вы его прекрасно помните. Тёма по нашим подкастам. И этот телеграм-канал, он матч дэй, да, там какой-то лайф идет. Вот. И Тёма написал, что это самая думающая полузащита за последние 7 лет. Собственно, трудно с ним поспорить. Как бы еще из думающих ребят есть мата. Но именно Матич человек способен дать пасульку. Человек, который думает всегда рассудительно. Ну, кто-то скажет, а что же такого думающего в поле Пагба? Ну, в общем, иногда, конечно, Пагба бывает, ведет себя как дурачок на поле. Но в целом это очень умный футболист. Да, и он, то есть, его видение поля, его способность оценить эпизод и дать пас, конечно, очень-очень незаурядное. Вот. Так что, ребят, и еще очень важная в этом построении фигура была, конечно, Гринвуд. Тоже многие из нас его ждали в старте. И это было понятно, да, потому что, как бы, главная все-таки функция Джеймса это быстро бегать, там, в контратаках. Но соперник, который заведомо было понятно, что прижмется к своим воротам. И в этой позиционной атаке Гринвуд именно очень хорош. Так вот прижать, конкретно прижать лопатками к воротам соперника. Вот точно, если я процитирую, если точно цитировать Тему, это самый интеллектуальный центр поля в МЮ за последние лет 7. И вот еще за последние 7 лет, ребята, в этом матче случилось очень важное событие. Хэт-трик. За 7 лет. Первый хэт-трик, ребят. Последний хэт-трик был в 13-м году в исполнении Робина в Амперсе. Фантастика просто какая-то. И что же произошло, ребят, такого в этом матче? Вы понимаете, то есть ощущение, ощущение, что мы на Улл Траффорд приняли середнячка, да, который боится лишний раз пойти в атаку, у которого ничего не получается, да. А мы вот так вот взяли его, да. Знаете, как бывает такая школьная техника драки, когда вот один другого вот так вот голову зажмет, еще можно вот так вот возить кулаком по волосам. Понимаете, вот это вот происходило. Да, конечно, мы часто играли с командами хуже нас по классу, по составу, еще до, в добру на фернандерскую эру. Но и в этом была проблема, да. Как бы уже все, кому не лень, про это давно высказались, что Манчестер обыгрывает, значит, Грандов, а потому что играет в контратаку, а потом вот играет с Нью-Каслами. Вроде как владеет мячом, а потом Нью-Касл убегает в контратаке и привет. А здесь ранний гол, да, то есть сразу понятно контроль мяча, играем во владение. И все-таки, понимаете, да, конечно, был некий момент в первом тайме, когда еще не было второго гола, успокоение что ли какого-то. И тут я сказал, чуваки, давайте, давайте второй гол забивать. Но зря я так паниковал, ну просто, понимаете, это шрамы и следы прошлого тяжелого. Ребята сразу фактически, то есть начали создаваться моменты. То есть да, то, что вышел, там один на один выходил Марсик и отдал Решварду пас. Там Решвард загубил два момента. Ничего страшного. В прошлом матче Марсиаль с Тоттенхэм загубил два момента. И в итоге мы видим, что вот хэт-трик у него. Вообще, вообще, как бы совершенно в этой ситуации я не переживаю за Решварда. Решвард, вообще, наверное, последний человек в Англии сейчас, за кого стоит переживать. Так что создавались моменты, да. То есть вот это полное владение ситуацией, да. Полное превосходство в классе. И конвертация, что самое главное, ребят. Как помните, мы уставали от этих мучений. Что вроде вот соперник заперся у себя в штрафной. А мы не знаем, что делать. Все стоят спиной к воротам. Не понимают, да. То есть там лучше Лукаку со времен Лукаку. И уже после Лукаку. Да, защитники, там тот же самый, там Решвард какой-нибудь или Марсиаль. Вышли же, вытесненные штрафной спиной. Не знаем, как войти в штрафную. И вот сейчас. Да, Бесаков бросает аут. Решвард разворачивается, поворачивается, простреливает. И Марсиаль, ребята. Услышали меня боги. Марсиаль начал забивать. Форвардские голы. Подставляя ногу. Чувствуя ситуацию, да. Замыкая прострел. Как? Самый фундаментальный вопрос. Смотрел футбол, как всегда, с женой. И забивается, когда третий гол. Там потрясающая комбинация. Там Погба и Бруно. И разыгрывают. Марсиаль с Решвардом разыгрывают стеночку. Я говорю, смотри, что они выдает. Она такая, а что же? Кто им раньше мешал? Ну, почему те же самые люди не могли это делать раньше? Хороший вопрос. И, по сути, я понял, это главный вопрос. Ну, я ответил ей, в общем-то, что фигура Бруно Фернандеша так все это предопределила. Потому что перед тем, как мяч получил Марсиаль, ему Бруно с разворота в одно касание дал пяткой. То есть, когда твой партнер по команде делает вот такой маневр, ты тоже начинаешь как заведенный разыгрывать стеночки и пасульки. То есть, вот этот фактор есть. В целом, фигура Бруно... Да, понятно, что Марсиаль не всегда был у нас чистой девяткой. Сейчас в отсутствии Лукаку он девятной. Но, в целом, фигура Бруно, она заставила игру войти в штрафную. Она заставила Марсиале искать там штрафную удачу. И Марсиале знает, что или пойдет там от, условно, от Бисаки или от Шоу, или кто-то, или там тот же Рэш, или из глубины от того же Бруно. Он знает, что эти пасульки идут. И он там ищет мяч. Что раньше Марсик не умел замыкать прострел. Он умел как бы чисто технически. Бывали же проблески даже, да. У Марсиале с Рэшфордом. Бывало, они разыгрывали стеночки. Это было очень редко, но такое бывало. То есть, они это физически могут. Ты можешь физически потянуться на турнике 10 раз, к примеру. Но ты каждый раз проходишь мимо него. И никто не знает, что ты можешь это сделать. Так что, и вот ребятки, понимаете, просто в команду пришел человек, который, представьте, который каждое утро приходит на турник. И хреначит на нем солнышко, я не знаю, там какие-то там делают гимнастические трюки. И ты такой, и ты хочешь тоже повиснуть на турнике и, как видимо, начать подтягиваться на нем. И выясняется, что ты не так уж плохо. То есть, фигура Бруно здесь ключевая. И, конечно, конечно, у этой команды вообще, вот конкретно у команды под руководством Оля, есть очень важный психологический момент. Потому что, если мы вспомним, как-то только Сульшер пришел после Мауринио, ребята забегали, начали давать по Сульке. И ты такой, все это время могли это делать, оказывается. Им нужен позитивный настрой. Им нужно чувствовать, что команда у команды прет, команда идет вся к одной цели. И даже Погба, вернувшийся после травмы, да, то есть человек, который непонятно, там вечные у нас были вопросительные знаки относительно него. Но Погба получает удовольствие. Погба феерит. Погба отдает пасульки, закидушки делает. Какие-то пасульки его там потенциально голевые, но они не конвертируются, но они будут конвертироваться, понимаете. Погба там в центре поля проходит двоих. Погба финтит и у него получается. Когда Погба вошел в штрафную, там прокинув между ног одному из игроков Шеффилда, да, и там, ну, дальше, по сути, ему помешал пробить Марсиаль. Но это мы все создаем, ребята. Понимаете, в чем весь кайф? А когда у нас было вот это чувство какой-то безнадеги, что а как, а как в эту штрафную пробиваться? Издали мы не бьем. Проникающего паса нет. Паса на забегающего с фланга в разрез, крайнего защитника у нас нет. В одно касание мы идут. И вот и получалось, что забивали, ну, там, от случая к случаю. А здесь ребята играют, ну, во-первых, по именам. Особенно, когда сейчас встал в состав Поль Погба. Ну, это очень солидный состав по именам, ребята. Очень солидный. И вот прям, и прям вот чувствуется уже на поле класс. Чувствуется превосходство над соперником на Олд Траффорд, ребята. Это, казалось бы, такая дважды два четыре. Но это было потеряно. Нас не боялись на Олд Траффорд. Перестали бояться. А сейчас, извините. Если кто-то сейчас хочет выдвинуть контраргумент в стиле того, что, ну, это же Шеффилд. Ребята, я наш календарь называл. У нас сплошные Шеффилды. У нас закончились гранды. И у нас проблемы были с Шеффилдами. Грандов мы обыгрывали на контратаках. Так что, парни, то, что я увидел сегодня, это, ну, то есть мы сейчас конкретно смотрим вот на эту концовку, супер важную, где нельзя терять вообще очки. Вроде бы чуть-чуть все здоровы, но атакующая группа как минимум. Там еще долечиваются Туанзеби Джонс. Так что, в конце еще, кстати, да, там уже на 10 минут пятерная замена случилась. Вообще беспрецедентный, конечно, случай. И Мата, и Перейра. Перейра вышел в роли Бруно Фернандеша там на поле. Вот вышел и Галадон, в принципе, был момент у Гала. Все должны почувствовать мяч, да. Ну, собственно, Скотти Мактоминой. Ну, здесь вот касательно Скотти, конечно, вот возникает такая небольшая дилеммочка. Ну, потому что Матич, на самом деле, очень хорош. Матич был очень хорош зимой, когда он заменил, собственно говоря, Скотти травмированного. И вот Матич и Фред тащили нашу вот ту хорошую серию. Они вдвоем тащили. Соперники у нас, соответственно, вот остались такие, ну, средненькие. Да даже с несредненькими Матич тащил. В этих оставшихся матчах у нас будет превосходство во владении мячом. Назовите меня хоть одну причину, по которой Матич не должен играть. Здесь, может быть, скорее, в порядке некой ротации. Чешется нос. Вот. Так что, ну, например, следующая игра у нас это Кубок Англии. Мы о нем будем отдельно с вами говорить. Это в субботу, значит, мы играем с Норвичем. Там будет понятно, что ротация. И очень классно, что у нас состав такой, ну, глубокий. Уже, уже можно его назвать таковым. Когда ты не понимаешь. Ладно, мы не понимали, как вписывать там одного из двух, там, Фреда или Мактомины. А сейчас вот еще и Матич, который все это время был, но очень недооцененный игрок. Очень недооцененный. Так что, вот как сейчас нарушать эту троицу? Ну, можно, на самом деле, собственно говоря, ротировать. Я не думаю, что это большая проблема. Просто это реально интересный вопрос. Как выстраивать полузащиту? Ну, и главное, конечно, что во всей этой истории не получил рецидивов Поль Погба. Это очень-очень важно. Вот дальше. Ну, что касается турнирной ситуации, ребят. Мы остаемся на пятом месте. Да, ну и ждем матча Челси-Сити. Мы будем болеть за Сити, ребята. У нас ничего не осталось другого. Ну, а сейчас между нами и Челси получается как бы два очка. Ну, и у Челси игра в запасе. Уллар Хэмптон выиграл и сохранил равенство с нами по очкам. Вот. Дальше у нас прямо же уже игра будет во вторник. То есть очень жесткий сейчас календарь у нас. Во вторник будем играть в гостях с Брайтоном. Везде должны доминировать, ребят. Всех должны обыгрывать. Опять же, про игру с Норвичем, про значимость Кубка Англии и про состав мы с вами поговорим в отдельном превью. В этом матче, кого хочется выделить, конечно же, ребят, ну, бесконечно, естественно, рад я за Марсиаля. Парень красавчик. У него было 4 удара, 3 в створ, 3 гола и 92% точных передач. Ну, идеальный матч абсолютно выдал Марсиаль. И та ситуация, когда он выбегал 1 на 1 и отдал пас Решфорду, это тоже исключительно красит его. Решфорд. Две голевые передачи. Очень много работал Решфорд. Очень много забегал с глубины. Очень много тащил мяч. То есть в хорошей форме Реш. Ну, там пару раз не зацепился за мяч или там не смог толком пробить в касание. Ерунда. Мы начали давать пасы в касание. Начали бить в касание, ребят. Это самое главное. Люка Шоу хочу отметить. Очень много работает парень. В хорошей физической форме находится. Ребят, все красавцы. Ну, интересно, конечно, здесь Мэйсон Гринвуд тоже. Ну, он немножечко как бы индивидуально играл в этой игре. Он был немножко обособлен. До того, как он пропал там на полматча, да, в первом тайме он там сам пытался пробить. И во втором тайме он тоже, в принципе, как бы сам шел на удар. Но мы знаем и как бы его сильные стороны. Мэйсон, собственно, он такой парень, что вот он раскачивает защитника и с левой ноги пробивает. Ну, не получилось. Так что вот они будут с Джеймсом как-то ротироваться сейчас, очевидно. И вот такая очень классная здоровая конкуренция. Немножко разные футболисты, но при этом нельзя тоже так однобоко смотреть на Джеймса. Мол, он для контратака, это для позиционки. Нет, нет. Они оба могут и то, и другое. Вот, собственно, будет интересно посмотреть, как они с этим будут справляться. Так что, ребята, супер позитивчик, супер позитивчик. Прямо вот задали вот такой нужно, нам важна была такая уверенная победа. Победа пришла. Парни на позитиве улыбаются. Марсик улыбается. Черт побери, Марсик улыбается, ребята. А значит, мы все с вами должны улыбаться. Ну, а вы не забывайте, ребят, помимо того, что улыбаться, поддерживать наших друзей из manutd.one. Не забывайте про наш скромный паблик ВКонтакте, про наши телеграм-каналы. И, друзья, подписывайтесь. Ставьте лайк. Никогда не отчаясь, потому что мы с Соковина. С вами был Миша. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»